ну что еще раз здравствуйте уважаемые товарищи наша сегодняшняя встреча будет проходить по в основном произведению фридриха энгельса друга маркса произведение небольшое по объему брошюра можно сказать но очень емкая все-таки по насыщенности по содержанию это работа людвиг фейербах и конец классической немецкой философии работа была подписана энгельсом в печать в 1888 году уже два года не было его друга маркса и он в начале в предисловие этой работы говорить что вот я вспоминаю эти замечательный тот замечательный период период буря и натиска когда мы юные с марксом напоминаю что он младше маркса на два года он 20 года 1800 естественно а вот чтобы не подумали о маркс 1818 года ну вот ну и вот мы юные он говорит были как многие тогда просвещенные молодые люди одержимы идеями гигеля они сами причисляли себя к такой как у нас сейчас бы сказали такой неформальной группы младо гигельянцы вот то есть молодые гигельянцы которые с гегелем лично не были знакомы по их рождению то если вы представляете так гигель скончался все-таки в тот момент когда марксу энгельсу было там 10 одному а другому 12 лет да вот поэтому естественно никаких но вот изучение работ гигеля на маркса энгельса произвело колоссальное впечатление они собственно говоря вот по признанию энгельса он пишет что вот эта книга небольшая наверное но я хочу в ней выразить всю но он не выражается вот именно так не точная доска но его мысль что он квинтэссенцию их философских взглядов хотел бы в этой книге представить тем более уже к этому моменту ты 1888 году когда он подписывает рукопис этой брошюры много было превратных толкований и марксизма и материализма и идеализма и вот надо было бы разобраться что это такое да и в чем суть учения марксизма в чем суть соединения материалистической диалектики и диалектического материализма то есть диалектика и материализм как соединяется вы знаете до сих пор эта проблема не снята с повестки дня и некоторые мои коллеги так сказать обремененные такой же степенью доктора философских наук как и я эти неожиданно для меня и наверное для самих себя начинает говорить что диалектика и материализм якобы не соединима идея старая вот он энгельс об этом упоминает людвиги фейербахи что вот многие считают а потому что для не потому что они не соединим в принципе а потому что вот в их головах это не соединяется как она не произошло в голове людвига фейербаха которого тоже высоко поднимает и говорит что значение фейербаха и особенно его работы сущность христианства с которые они знакомились как раз в период младо гигельянца это младо гигельянство своего это 1843 год значит было просто необыкновенно мы были воодушевлены мы мы сразу стали фейербахианцами ну если так вот перевести да с немецкого да фейербахианцами они стали сторонниками фейербаха но не такими уж оголтелыми следующими за фейербахом неукоснительно фейербах открыл глаза на гигеля на противоречие внутри гигельской философии и энгельс об этом тоже пишет я сейчас скажу в чем это противоречие состояла да но это противоречие сам фейербах не заметил да не понял сути тут-то вот отказываясь от гигеля которым фейербах называл вообще в письме отцу надо же такое написать гигель виноват фейербах который слушал лекции гигеля берлинского университета он пишет отцу что гигель для нас меня стал вторым отцом наверно отцу это не понравилось мне бы не понравилось какие-то вторые отцы появились помимо меня почему потому что он такой переворот моем сознании я понял сущности мира великие не изыбленные и окончательно но заканчивает фейербах университет непосредственный контракт как контакт виноват я сегодня очень много из 9 часов поэтому извините может буду оговариваться контакт с гегелем прекратился и знаете как говорится с глаз долой из сердца вон и фейербах начинает критические сначала так сказать на словах беседах а потом уже и в письменном виде критика гегелевской философии выходит ее работа где он так сказать вот эндис обращает внимание на то что мы отошли от гегеля но в отличие от фейербаха мы оставили за собой суть гегелевской философии его конечно метод диалектика а вот фейербах так вот идеализм гегелевский не приняв и принимать его не надо пишет конечно но он вместе вот образно умел энгельс писать очень образно так четко вместе с грязной водой гегелевского идеализма фейербах выпросил выплеснул пардон из корыта и ребенка гегелевской философии его диалектику вот в чем и тут же он становится механистическим как пишет еще термин метафизика используется двояко кстати как и сейчас вот механистическим таким более понятным в то время да и сейчас уже стало таким материалистом вот и это очень его подвело фейербаха и вот энгельс как бы предупреждает фейербаха уже тоже к этому времени поздно было предупреждать философов его современников вообще интеллигентных людей которые увлекаются и как-то видят смысл философии не только тот смысл который как бы облагораживает мышление вооружает его таким вот замечательным диалектическим скажем подходом и материстическим подходом особенно связанным но и это мышь диалектический диалектика материстический подход становится как вы знаете уже и методом революционного действия а не только методом революционного мышления и об этом тоже энгельс успевают упомянуть правда не очень подробно в принципе вот я сказал такое сосредоточение основных взглядов маркса и энгельса философских здесь в этой книге но если говорить о более полном раскрытии этих взглядов причем по всем составным частям марксизма то тут конечно можно рекомендовать тем кто еще не знаком с этой замечательной работой знаменитый антидюринг вот там все составные части марксизма о чем мы с вами еще говорили отдельно помните изложены энгельсом совершенно блестящие в таком критическом позитивно критическом позволить себе так выразиться стиле присущий энгельсу не только отринул покритиковал но и предложил то что нужно то есть антидюринг евгения дюринг он по этому вопросу по этому вопросу и так последовательно критикует но мы вернемся к работе люди фейербаха конец классической немецкой философии и рассказав о том каковы в общем были исторические такие пути их с марксом философии их философское становление о роли фейербаха его вот этой работает сущность христианства который открыл им глаза на недостатки гигельской философии на вот этот абсолютный идеализм с которого ничего не выведешь ничего практически не получишь вот фейербах поставил точку в развитии немецкой классической философии именно в том смысле что его работа сущность христианства и другие работы может поменьше но достаточно значимые они подвели определенную так сказать черту в развитии немецкой классической философии которая шла путь вот от иммунолуиканта которого тоже энгельс упоминает в этой работе через шеллинга друга кстати гегеля до младшего но гигель его все-таки так сказать превзошел значительно ну вот и вот все это был путь идеалистический как бы усиление вот этого идеалистического начала и абсолютные гигельский идеализм и ренгельс так опять метко говорит о абсолютный идеализм у гегеля и абсолютно идею гигеля потому абсолютно что он абсолютно ничего конкретного об этом сказать не может вот абсолютные идеи своем абсолютном идеализме вот этот абсолютный идеализм гигельский он как раз именно в работах гегеля представлен как нельзя более полно вот это развитие идеалистической момента но тут развитие и диалектического метода которого зачатки которого пишет энгельс мы находим только у канта до начала там когда он собственно говоря нам выходит своих знаменитых опориях вот которых мы тоже помню еще уже говорили противоречиях таких формально логически как понимает сам кант на диалектику мира но он он отвергает ее считая что это не диалектика мира это наоборот противоречия в котором запутывается сознание посягающее на какой-то вот какие-то лежащие за границами человеческого познания сущности именно попытка познания сущности вот этот транс совершает человек в этом трансцензус переход через границы ну и сталкивается с этими опорями которые разрешить не может потому что положение одинаково доказуем противоположные ну это значит об этом в собственно энгельс так скользко замечает но от гигель довел конечно диалектику которая только начата кантом то как то вот какие-то диалектические рассуждения только какие-то ну вот примеры вот опоре и кант это какой-то толчок раз к размышлению до действительными противоречиями и не противоречиями в нашем сознании противоречиями и гигель блестяще справился пишет энгельс задачей вот раскрытие этой диалектики мира но вот через свои эти абсолюты все и вот это развитие абсолютной идеи три единства абсолютной идеи то что она проходит три стадии эволюции абсолютной идеи в себе и для себя потом она становится миром природой развивается и доходит до человека и сознание человека есть как гигель говорил вот энгельс об этом упоминает возвращение абсолютной идеи к самой себе самопознание абсолютной идеи потому что человек познает и себя и окружающий мир значит абсолютная идея подойдет самим и себя окружающим мир природа это вторая так сказать стадия бытия абсолютной идеи но так вот энгельс подчеркивает что конечно вот мы были очарованы с марксом прежде всего увидели мощный инструмент в диалектике гигеля но как то вот не заметили что форме абсолютного объективного идеализма этот инструмент не работают и знакомство с работой фейербаха а сущности сущность христианства это сущность христианства вот их привело к материализму и не просто к материалам но диалектического в чем же суть диалектического материализма я сейчас пока вот по этой работе ограничусь на то что говорит пишет энгельс в этой работе вот второй раздел этой работе посвящен и с этого начинается посвящен основному вопросу философии они так и пишут во втором разделе вики основной вопрос сей особенно нынешней философии есть вопрос об отношении мышления к бытию и энгельс говорит что этот вопрос в общем-то тревожил человечество с самого начала почему потому что древний человек обнаружив существенное различие между материальным миром его осознание между так сказать скажем деревом и мыслительным таким образом понятием которое он еще не осознавал конечно как понятие и даже ощущение дерева и деревня одно и то же вот это удвоение мира поразило древнего человека и он не мог решить вопрос а куда же вот от тела значит вот два начала в нас заключено во первых он переносил это двуединство на всю остальную природу и отсюда вот первобытная религия анимизм все одушевляется а во вторых энгельс пишет древний человек не мог понять а куда исчезает вот это духовное начало когда материальность связано ли материальные духовное начало и тут вот во первых желание извечное человека жить вечно да и невозможность осуществления этого желания во плоти привело древних людей к мысли спасительны в этом отношении что как писал сан сергеевич пушкин нет весь я не умру мой прах заветные мире мой дух в заветной линии мой прах переживет от линии убежит но тут не идеализм конечно пушкина это его поэтический образ такой а у как почетный энгельс конечно у древних людей вот тут формировался этот идеализм когда идеальное становится священным потом наделяется это идеально этим идеальным делятся внешние миры вот появляются первые так сказать обожествления природы какие-то вот первоначальные виды здесь как позднее это было определено идолопоклонничество язычество когда вот какой-то дух олицетворяется вот здесь вот в этом животном может быть даже оно становится тотемным животным для этого племени или в этой скале даже или тем более в стихиях которые окружают человека и очень влияет на его жизнь и он абсолютно чувствует свою беспомощность перед эти стихи я не без подчеркивать что именно вот эта беспомощность и он говорит что откуда мы взяли эту идею это от фейербаха и фейербах сразу указывает источники реки он действительно рассказал сушь сущность религиозного сознания вот в этом как раз удвоение мира с одной стороны да и попытка возвысить это духовное начало оторвать от телесного начала и в этом спасение найти вот и религии сейчас все конфессии да религиозные говорят о спасении не тела же а души да душу бессмертно нас падает от тленное тело что-то оно такое временное там можно его и не спасать вот а можно даже умершвлять вы знаете плоть вот для это все и создано ну и вот все религиозные системы так или иначе вокруг этого вертятся и они без говорить уже здесь уже есть вот этот основной вопрос соотношение духовного и телесного но только философия когда она стала особого видом мировоззрения у греков философия вот это это проблему которая не была конечно для древнего человека такой четко определенной проблемы да хотя он ее решал но исподвое не прибегая никаким теоретическим построением конечно да и решал в пользу духовного начала так что стихийный идеализм появляется такой но вот философии уже древней греции тут уже не стихийные осознательные более-менее аргументированные идеализм и материализм и вот пишет что конечно вплоть до гегеля философия в основном была идеалистическая сила идеализма чем состоит ну и вот ставя этот основной вопрос философии Энгис тут же подчеркивает что у этого основного вопроса есть две стороны которые не надо не смешивать до отождествления не принципиально разделять так вот метафизически механистически первый вопрос это вопрос о том что первично в этом соотношении материальное начало идеально ну и понятно значит Энгис пишет здесь кстати вот почти в такой же постановке вот первая сторона основного вопроса философии формулируется еще у Платона вот здесь Энгис не первооткрыватель а вот вторая сторона и единство этих сторон это уже конечно заслуга Энгиса значит и так в зависимости от того что предпочесть философу разделить на два неравных по силам и по численности лагеря лагерь послабее поменьше заметьте и до сих пор материалистов если мы посчитаем сколько у нас верующих во что угодно да на земном шаре и в процентном отношении это будет вы знаете вот приводились даже в некоторых источниках такие цифры 98 99 процентов населения земного шара а верующие или идеалисты неверующие бы ведь бывает идеализм даже атеистического плана скажем последовательный субъективный идеалист должен вообще быть атеистом почему потому что он ничего не до последовательный субъективный идеализм никакого другого никакой другой субстанции кроме собственного индивидуального мышления мышления или ощущения с чего начинал беркли родоначальник он не признает существование вне кстати у беркли это была главная проблема потому что он был с одной стороны священником и епископом а с другой стороны автором субъективной идеалистической идеи которая вот знаменитая формула беркли существовать значит быть воспринимаем а ну-ка примени это к богу я не воспринимаю богу значит он не существует а как же священник беркли то есть за такие идейки беркли бы конечно век пораньше чем он ему умудрилась или очень бы не поздоровилась а он даже с этими идеями дожил до высокого сана епископа вот так ну я опять возвращаясь к Энгису к его работе и вот к этому основному вопросу философии я считаю что тут как раз разъяснение это квинтэссенция как раз философии марксистской поскольку тут вот начиная разбирать что такое материализм что такое идеализм Энгис говорит да вначале это вот основная сторона первая сторона основная сторона основного вопроса философии извините за каламбур основная основного вот и по этому проблеме философы разделились на два лагеря материалисты и идеалисты что признать первичным тут же сделаю уточнение как Владимир Ильич Ульянов Ленин выражался марксизм не догма а руководство к действию собственно вот эта работа это конечно одна из классических фундаментальных работ философии марксизма сделаю уточнение чтобы не превращать догму сейчас уже большинство ну прямо скажем материалистические идеалектико-материалистические настроенных философов они считают что тут первую сторону тоже нужно уточнить в плане разделения не только идеализма материализма но идеализма объективного идеализма субъективного в каком же это контексте ну вот моя интерпретация такая я не автор отнюдь не претендую но вот так сказать разные трактовки интерпретации моя интерпретация такая что первое первый аспект первичности это проблема порождаемости что чем порождено так сказать антологическая говоря философским языком проблема то ли материя в результате своего естественного развития породила такую материю которая обладает способностью рефлексии и окружающего мира отражения и самого себя да осознание самосознание вот то ли наоборот некоторое сверхъестественное идеальное начало в какой-то момент сотворило весь материальный мир как вы понимаете это концепция до сих пор жива и если вот на голосование поставить то она победит поэтому голосование никак не является ни критерием истины ни тем более критерием демократии раз большинство населения проголосовало значит вот истинно народный президент это видите как мы философии тут же политика вот отнюдь а у нас в конституции написано что голосование является главным моментом демократии 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 если люди не представляют за кого или за что они голосуют и это их воля непосредственно изъявление воли но он сам не понимает за что и за кого он голосует ну ладно это я так сказать так так вот это первый аспект первичности прилично но в каком отношении в плане порождаемости второй аспект первичности вот это уточнение уже уточнение которое после Энгельса да прошло ряда философских работ и до сих по кстати далеко не все принимают даже материалисты второй аспект первичности это вот когда мы снимаем вопрос о порождаемости ну в данной аудитории присутствует и материальное начало и идеальное никто не будет спорить да но вопрос о том что чем порождено вот в данной аудитории в данное время как-то странно было звучать да потому что мы друг другу не родственники чтобы там порождение мы даже не сотворили вот эти предметы да не результат нашей сознательной деятельности не воплощение наших мыслей то есть вопрос порождений как бы не уместен в таком контексте но уместен вопрос о том что является ведущим определяющим функциональном отношении в каком плане вот простейшая функция так известная нам со школы y равно функции от x да и вот что вы знаете что как правило функциональное отношение симметрично то есть мы можем скажем взять в качестве y путь а в качестве x и и у нас независимая переменная будет значит аргументом а функции будет зависимая переменная ну скажем время взяли в качестве аргумента чем больше времени прошло тем больше путь пройдет но утверждать что время порождает путь но есть такие граждане но ну как говорится уже ничем не поможет да вот который утверждает что скажем время порождает пространство да есть и обратная как бы философия так называемая геометрия динамика Уиллера кстати одного из последователей но исказителей Эйнштейна английский физик прежде всего геометрия динамика он пытался доказать что все что есть есть это геометрия да так сказать по-разному искривленное пространство и время тоже функция от пространства значит вот тут ну когда мы говорим о таких простых вещах и мы не задумываемся о том порождает ли время путь или путь время порождает но что это связанные переменные мы знаем и что в каких-то конкретных задачах мы можем поменять местами значит если мы все-таки будем утверждать что одна из этих переменных всегда является аргументом а вторая всегда функции то тогда мы встаем на очень радикальной позиции если у нас в качестве вот это независимые переменные будет идеальное начало то тут же мы становимся да материальная всегда функция да скажем вот вот что сам по себе что ли появился нет это результат воплощения человеческой мысли труда вооруженного сознания сознание желание сделать это было первично вот вам и пожалуйста да ну не породили в буквальном смысле да но вот нашим движением даже без всяких материализации вроде совершенно ясно в случае стола вот просто есть желание извините выйти вот туда в коридор да мы воплотили это желание да ну тут что мы там породили путь что ли свой породили что мы породили ничего мы не породили вышли просто про действие как то это произведено но то что функционально оно вроде как вторично по отношению к нашему сознанию к идее это ни у кого не вызывает сомнения тем более что человек мыслящий ну всегда должен этим отличаться от немыслищего а впрочем немыслищий это человек или вот да от немыслищего существа тем что прежде чем что-то сделать он подумает что делать кстати Энгис об этом пишет что это одна из основ идеализма но какого вот когда сознание первично в функциональном отношении человеческое сознание не абсолютная идея не бог не мировой разум не информационная матрица современные идеи да объективные идеалистические а сознание естественное так сказать вроде а не сверхъестественное сознание человека все время объявляется функционально первичным то здесь прямая дорога к субъективному идеализму и даже это уже и есть таким образом первый аспект первичности опорождаемости разделяет не просто материализм идеализм а материализм и объективный идеализм а второй аспект первичности вот функциональное отношение он в общем скрывает сущность субъективного идеализма и теперь вот вторая сторона основного вопроса философии о чем пишет Энгис это вопрос о том вот есть два соотношения материальное идеальное бытие и сознание вот они есть мы признаем их существование а если в качестве сознания мы все-таки рассматриваем идеального начала сознания человека то может ли это сознание быть адекватным тождественным даже как у Гегеля тождества бытия и сознания почему в чем в абсолютной идее вот они тождественные вот могут ли они так сказать вот это быть в каком-то отношении адекватным иначе пишет ну термин адекватный естественно Энгис не произносит он пишет может ли вообще человек по простому говоря опознать окружающими и тут разделение конечно несколько другое и Энгис подчеркивает что это нельзя смешивать разделение на идеалистов и материалистов скажем тот же Гегель он упоминает он вполне признает возможность познания окружающего мира человеческим сознанием почему да потому что эта идея у него совпадает с идеей абсолютного тождества бытия и сознания и мышления потому что мышление это и есть ничто иное как возвращение абсолютной идеи к самой себе самопознание и где что-то может о нас и это абсолютная идея ставить себе какие-то преграды в познании границы то есть никакого агностицизма отрицания возможности познания вот Энгис подчеркивает значит могут быть идеалисты тоже вполне так сказать вполне могут признавать познаваемость мира и не ставить никаких преград этому познанию но с другой стороны пишет Энгис бывает такое что какие-то ограничения по знанию человеческого ставят даже материалисты хотя это с точки с точки с позиции материализма вроде нелогично но как это получается и вот тут он значит использует работы Людвига Фейербаха и критикует Фейербаха и вот материалист Фейербах но абсолютизировал материальное начало идеальное как будто у него так абсолютно вторично абсолютизирован не в том отношении что такое материя существует это вульгарный материал кстати об этом тоже Энгис пишет вот нельзя путать материализм наш с Марксом к которому мы пришли вот так вот через Гегель и через Фейербах и вот материализм он упоминает этих странствующих проповедников немецких фокт бюхнер малишот которые значит признавали что не признавали а учили так да основы их учения что в общем мысль выделяется мозгом прямо как вот желчь печени или извините моча мочевым пузырем вот так сказать буквально вот в таком отношении вот вульгарный материализм который не видит существенного различия по существу да между материальным идеальным да делает идеальные абсолютные функции материального да или абсолютно порождающие начало за материальным вот он не видит диалектической связи обратного момента обратного движения и к чему это приводит Фейербах вот такой механистический подход абсолютизация он приводит к тому к чему приводит обычно подчеркивает вот такая механицизм в материализме приводит к идеализму материалист Фейербах можно сказать до мозга костей материалист вот значит вдруг становится идеалистом где это проявляется Энгис подчеркивает а вот когда он начинает рассуждать о том что собственно составило его славу о сущности религии о роли религии в человеческом обществе религиозном сознании неожиданно для самого себя как пишет Энгис очевидно Фейербах приходит к выводу что вот религия это форма общественного сознания является безусловно первичным и порождающим началом по отношению к человеческому бытию значит и всегда было и сам Фейербах приводит примеры что вот появилась христианство как новая форма религии изменилось бытие знаете я недалеко вчера с одним очень умным человеком беседовал редактором очень почтенного журнала где я публиковал знаете он впрямую я сначала подумал что он шутит но потом мне свою статью в своем же журнале показал он меня пытался убедить в том что спасение России идет к возвращению корням религиозным очищению христианства от православной идеи триединства к старообрядчеству Алексея Михайловича там он царя этого нашего достаточно известного кастерит в этой статье и он начинает вот туда надо вернуться и к идеям вот там корни духовные вот мы как возродимся я говорю да слушайте что же такое делается ну вот еще один вариант фейербахианства да только такого отрицательного вот фейербахианства так и пишет вот продолжает развивает критику вот как фейербах стал идеалистом он утверждает что раз он это не доказывает он это постулирует раз религия является определяющим моментом религиозного мировоззрения религиозного сознания по отношению к бытию то достаточно сменить форму религии и вы измените бытии и фейербахианства говорит вот я призываю к новой религии религии любви не к Богу а к ближнему возлюбите друг друга вот и как только это сознание вами обладает и там он ну какие-то наброски он не оставил нам какую-то новую религию действительно наброски вот тут изменится бытии то есть я тебя уважаю ты меня уважаешь мы уважаемые люди и сразу все изменилось в нашем бытии вот только нового создания а уж если любить будем дружно конечно да а вот бытийное основание любви или ненависти да тут как-то уходит у фейербаха в сторону и он становится явным субъективным идеалистом из материалиста причем Энгельс пишет незаметно для себя еще тут еще один момент надо определить у Энгельса очень хорошо это подчеркнуло он говорит что как-то вот начинают критиковать того же Гегеля да и идеализм вообще некоторые граждане какой-то с другой стороны то есть понимая под идеализмом какие-то вот вообще склонность к идеализации всего существующего да вот какие-то розовые очки да человек идеалист на себя надевает и вот уже начинает смотреть на всех вот так с любовью с уважением он не видит отрицательных моментов вот проклятый идеалист а в представлении вот филистера как пишет Энгельс обывателя значит материалист это грубый человек полуживотное которое значит стремится побольше поесть плоские наслаждения вот он материалист а такой вот мечтатель романтический человек который верит в лучшее да а мы надеемся не надо верить ему надо кусок хороший у собакевича баран значит подавай всего барана вот настоящий материалист ну правда как вы понимаете этого примера Энгельс не приводит вот ну мог бы привести уже в 1888 году да но во всяком случае вот Энгельс упреждает от такой тоже двоякости трактовки и самого понятия идеализма ну мне уже давно показывают что я исчерпал свое время извините это наверное от усталости сегодняшней я так воодушевился вот и наверное мы отдохнем и перейдем ко второй части нашей